Добрый вечер, Натова 8 новости, в студии Юлия Будеч. Сегодня говорим о главном. На железнодорожной станции настоящий праздник. Там сегодня встречали новенькие локомотивы, которые были произведены в Казахстане при финансовой поддержке европейских партнеров. На церемонии присутствовал и президент Игорь Дадон. В столь нелегкое время и в свой национальный праздник Франция спешит на помощь молдавским врачам. Первой муниципальной больнице были переданы два кардиомонитора. Оборудование облегчит работу врачей в отделении, где находятся пациенты с COVID-19. Народный адвокат по правам ребенка обратилась к властям с требованием, как можно скорее предоставить конкретные решения проблемы без призорников. Тем временем подростки вновь вернулись на республиканский стадион. Правда, теперь к ним не подобраться. Подробности о выпуске. Праздник на столичной железнодорожной станции. Сегодня сюда прибыли первые шесть из двенадцати новеньких локомотивов, произведенных в Казахстане в рамках проекта, спонсируемого Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. На церемонии прибытия локомотива в Кишинев присутствовали глава государства, министр экономики, глава делегации Европейского союза в нашей стране, а также представители двух европейских банков, которые и предоставили Молдове заем. Тепловозы произведены в Казахстане, приобретены Молдовой в рамках инвестиционного проекта «Реструктуризация молдавской железной дороги». Всего закуплено 12 таких локомотивов. По словам молдавских властей, эти инвестиции сократят потребление и затраты на техническое обслуживание локомотивов, время транспортировки поездов по всей стране, а также увеличат скорость движения. Глава делегации ЕС в нашей стране отметил, что Евросоюз и впредь будет поддерживать Молдову в реализации проектов по развитию и модернизации республики. Эти локомотивы стоят порядка 45 миллионов евро и были профинансированы в партнерстве тремя учреждениями. Европейский союз предоставил грант, остальное предоставили под заем Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития. Общая стоимость проекта 110 миллионов евро, из которых 5 миллионов – это грант от Европейского инвестиционного фонда соседства. Новые локомотивы оснащены современными дизельными двигателями, которые более экономно расходуют топливо и менее вредны для окружающей среды. Локомотив оснащен бортовым компьютером, холодильником и даже кондиционером. Собран он в Казахстане. Здесь американский двигатель, развивающий скорость 120 километров в час. Остальные шесть локомотивов должны прибыть в ближайшее время, сообщили нам в администрации ЖД. В Рио гендиректора предприятие говорит, что новые составы намного экономичнее старых и будут использоваться для буксировки грузовых вагонов. Мощность двигателя – 4050 лошадиных сил, и он может выдерживать около 4500 тонн веса. Локомотивы были произведены казахстанской компанией General Electric, с которой железная дорога Молдовы заключила контракт после проведения тендера в 2018 году. Инвестиционный проект, кроме покупки поездов, также предусматривает ремонт железной дороги от Бендер до Джорджулешт протяженностью 233 километра. ЖДМ заменит рельсы, отремонтирует 39 железнодорожных переездов и заменит на станциях все генераторы. Сказано, сделано. Как и обещали депутаты от партии «Платформа достоинства и правда», подписали текст «Вот ума недоверия» правительству Иона Кику. Зампред политформирования Александр Слуцарь отметил, что документ не может быть подписан никакой другой фракции, кроме как партии «Действия и солидарность». По словам народного избранника, решение нужно принять до четверга, чтобы «Вотум» был представлен на заседании парламента уже на следующей неделе. Еще не поздно изменить ситуацию. Досрочные парламентские и президентские выборы будут организованы нынешним правительством. Мы уже видим уловки правительства Дадона. В Приднестровье будет много участков, а у нас будет 30 тысяч сирийцев. В свою очередь депутат от ПДС Сергей Литвиненко отметил, что партия решит подписывать или нет «Вотум» недоверия на заседании Национального политического совета в ближайшую субботу. По словам Слуцаря, на следующей неделе будет принято решение завершить весенне-летнюю сессию парламента. И тогда значение решения ПДС может оказаться равным нулю. Влад Плохотнюк контролировал членов Демпартии, даже прослушивал их телефоны. Такие предположения в студии ТВ-8 озвучил почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков. По его словам, всем в партии во времена правления Плохотнюка раздавали смартфоны, которые были подключены к внутренней сети. А вся информация с ней хранились на сервере, к которому имел доступ только один из приближенных бывшего лидера ДПМ, которого недавно задержали прокуроры. Более того, Дьяков не исключает того, что информация со смартфонов могла быть использована для того, чтобы заставить некоторых депутатов из ДПМ покинуть политформирование. Действительно, был внутренний телефон, по которому мы общались. Вы общались и с Плохотником по этому телефону? Конечно, да. А что значит внутренний телефон? Вы могли пользоваться им только для разговоров? Я так понимал, что это внутренний телефон, это почти обычный телефон, который разговаривает сеть. По словам Дьякова, он и его коллеги догадывались, что это необычные телефоны, такие аппараты были у многих. А вы между собой общались? Вы понимали, что все это записывается, как мы сейчас узнаем? Ну, мы как бы догадывались, что это телефон, видимо, непростой. Поэтому я знаю, что многие коллеги осторожничали с этим телефоном. Дмитрий Дьяков не исключает, что телефоны разговора могли записываться и сохраняться. Он допустил, что Влад Плохотнюк может использовать записи в целях шантажа. Например, для убеждения коллег перейти в другую партию. А как вы думаете, Влад Плохотнюк может сейчас использовать часть этих разговоров? Ну, знаете, если вы... Вы, кстати, на протяжении какого времени пользовались этими телефонами? Это сколько для вас? Год, два? Два-три года. О, я думаю, за три года там на пленочек сжать собралось. Вы думаете, Влад Плохотнюк может это использовать против кого-то из ваших коллег, в том числе для того, чтобы убеждать их переходить в промолдову? Если там есть деликатные записи, то почему бы нет? Дьяков отметил, что внутренней сетью управлял сотрудник Плохотнюка, глава IT-отдела ДПМ Михаил Кукош, недавно арестованный после обыска в бывшем офисе ДПМ. Его подозревают в поддержке и активном участии в деятельности организованной преступной организации во главе с Владом Плохотнюком. Сейчас он под предварительным арестом, куда его по решению апелляционной палаты поместили на 30 суток. По данным издания Ньюсмейкер, Кукош создал сервис конфиденциальных переговоров, которым пользовались многие политики в Молдове, а также многие министры, прокуроры и полицейские. Все записи хранились на этом сервере, принадлежащем Кукошу, а вся записанная на него информация предоставлялась в распоряжение Плохотнюку. Награждение пока откладывается, а возможно и отменяется. По меньшей мере это следует из ответа главы государства, журналисту нашего телеканала, который поинтересовался, была ли представлена к Ордену трудовой славы министра здравоохранения Верика Думбровяну. И если нет, то когда же будет? Она еще не была награждена. На данном этапе были награждены более 400 медицинских работников из всех районов страны. Награждение министра было лишь идеей. Посмотрим, может наградим позже. У нее еще много работы. О намерении представить главу Минздрава в госнаграде Дадон заявлял на прошлой неделе. По его словам, Орден Думбровяну заслужил за хорошее управление системой здравоохранения в период эпидемии. Заявление прозвучало на фоне введенных в адрес Молдовы запретов на въезд со стороны ряда стран. Вслед за Италией и Венгрией прямое сообщение с нашей страной временно с 16 июля прерывает и Австрия. Местные власти указали на высокий уровень заражения коронавирусом. Стоит отметить, что на прошлой неделе выдвинутый про Молдова в отум недоверие министру здравоохранения потерпел фиаско. Франция спешит на помощь Молдове в столь нелегкое время и к тому же в свой национальный праздник День взятия Бастилии. Французское посольство передало первой городской больнице Кишинева два кардиомонитора. Как признался нам директор медучреждения, оборудование очень ценное, учитывая, что здесь осталась только одна свободная кровать для пациентов, зараженных коронавирусом нового типа. Будем праздновать по-другому. Вместо традиционного официального приема, который мы организуем здесь, в резиденции Франции, хочу воздать должное всему медицинскому персоналу. Посольство Франции передало в ДАР два устройства для мониторинга показателей жизнедеятельности пациентов, которые будут использоваться в отделении интенсивной терапии городской клинической больницы номер один. В знак благодарности молдавские чиновники произнесли речи на французском языке. Господин посол, большое спасибо за пожертвование. Да здравствует Франция и Молдова. Да здравствует Франция и Республика Молдова. Да здравствует равенство и братство. В начале пандемии в первой горбольнице было шесть подобных кардиомониторов. Еще шесть были подарены недавно. Тем не менее, по-прежнему существует потребность высокопроизводительной техники, говорит директор учреждения, поскольку в больнице много пациентов. Нам нужно еще шесть-восемь мониторов. На сегодняшний день у нас одно свободное койко-место в мужской палате. Из 174 пациентов 17 находятся в очень тяжелом состоянии. Дорогое, но крайне необходимое оборудование также облегчит работу врачей в отделениях COVID. Тем более, что они боролись с вирусом почти пять месяцев. Они чувствуют себя довольно уставшими, как психологически, так и физически. Но мы стараемся составить гибкий рабочий график, чтобы иметь возможность предложить в августе медицинский отпуск хотя бы на 14 дней. Ранее Франция также передала нашей стране медицинское оборудование, в том числе партию с 16 тысяч стерильных наконечников с фильтром, необходимых для проведения диагностических тестов на коронавирус. По словам французских властей, эта помощь вписывается в поддержку Европейского Союза нашей стране в борьбе с эпидемией. Сегодня же в Молдову доставили и первую партию помощи от Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения. Маски, костюмы и защитные экраны для врачей на сумму 30 с половиной тысяч евро. Общая стоимость экипировки для молдавских медиков от ЕС и ВОЗ без малого 3 миллиона евро. По данным властей, во второй партии помощи будет больше лабораторного оборудования. Это позволит проводить больше тестов. Когда в столице возобновят работу детские сады, пока неизвестно. И учитывая тот факт, что среди сотрудников дошкольных учреждений продолжают выявлять случаи коронавирусной инфекции. Об очередных сегодня было заявлено на заседании в мэрии. Ранее городоначальник заявлял, что ситуация с дошкольными учреждениями тревожная. Более того, столица лидирует в списке по числу инфицированных в стране. Еще трое сотрудников системы образования в Кишиневе заболели коронавирусом. Их тесты на COVID-19 показали положительный результат. В двух случаях речь идет о работниках детских дошкольных учреждений. Случаи были выявлены на прошлой неделе. Об этом сегодня на оперативном заседании муниципальных служб заявила вице-мэр Анжела Кутасевич. Два случая относятся к детским садам и один к лицею. Также зарегистрированы два случая инфицирования среди учащихся. На прошлой неделе Анжела Кутасевич заявляла, что сотрудники пяти столичных детсадов находятся на карантине после того, как в этих учреждениях выявили случаи заражения коронавирусом. Тогда речь шла о 12 случаях заражения COVID-19 среди дидактических кадров. Сегодня число инфицированных в системе образования увеличилось до 15. Власти обеспокоены такой ситуацией и говорят, что решение об открытии учебных заведений дастся им нелегко. Больше тестов, больше выявленных случаев. За сутки в Молдове было проведено больше 1200 первичных анализов на наличие коронавируса. Так результат еще 269 новых заболевших. В их числе 11 медработников. Больше всего инфицированных за день в Кишиневе 128 человек. В Бельцах 13, в Криулянах 12. За сутки еще 6 человек скончались от осложнений. Все они страдали от сопутствующих заболеваний. 358 пациентов в тяжелом состоянии. 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С такими данными сегодня выступили в Минздраве. С начала эпидемии в стране жертвами коронавируса стали 655 человек. Изрядно понервничать накануне пришлось владельцам нескольких амбаров на юге страны. Там пожар серьезно попортил помещение. Более того, находившиеся в нем животные погибли. К счастью, обошлось без человеческих жертв. А спасатели успели вовремя потушить возгорание и не допустить его дальнейшего распространения. По предварительным данным, к инциденту могут быть причастны двое детей. Спички детям не игрушка. Детская шалость стоила жителям Левского района серьезного материального ущерба. Крупный пожар вспыхнул накануне в селе Казанджик. По данным пресс-службы генинспектората по чрезвычайным ситуациям огонь охватил три амбара, в которых хранился корм для животных. В одном из помещений находились и шестеро ягнят. Пожар удалось потушить в кратчайшие сроки. Сотрудники ГИЧС не допустили распространения пламени на жилой дом, который находился в непосредственной близости от очага. Однако в результате ЧП сгорели амбары и погибли животные. Инцидент произошел после того, как дети, 10-летние мальчики и 2-летняя девочка играли у амбаров со спичками. Все обстоятельства возгорания выясняются. ГИЧС настоятельно призывает родителей следить за детьми и запрещать им играть со спичками. Согласно представленным данным, с начала этого года в результате пожаров скончались три ребенка. О беспризорниках, которые остались без места для ночлега после сноса постройки на республиканском стадионе, заговорили вновь. Народный адвокат по правам ребенка требует от властей срочных и конкретных мер, чтобы помочь детям, оказавшимся в нелегкой ситуации. Пока в Управлении по защите прав ребенка занимаются разработкой нового плана действия, подростки нашли способ вернуться на стадион. Правда, теперь к ним не подступиться, ведь вход на территорию перекрыли при сносе ночлежки. О судьбе детей беспокоится и директор одной из общественных ассоциаций. По его словам, теперь за тем, что происходит с несовершеннолетними по ту сторону забора, трудно проследить. Несколько дней назад под мостом на Ботанике было обнаружено тело молодого человека с ножевыми ранениями. У погибшего не было определенного места жительства. Ведется следствие. Этому юноше 17. Тело его лучшего друга с ножевыми ранениями на прошлой неделе нашли под мостом на Ботанике. Совсем недавно они вместе ночевали в заброшенной постройке на республиканском стадионе. Теперь он каждый день приходит на то самое злополучное место. Мы были хорошими друзьями, знакомы с детства. Вместе бегали. Он мог сделать сальто. Порядочный мальчик. Может, у него с кем-то возник конфликт. Молодой парень теперь лежит в могиле. Юноша обеспокоится за свою жизнь. Мы стали держаться вместе, чтобы подобного не повторилось. Жизнь плохая штука. Очень плохая. Хочу устроить свою жизнь. Но не на улице. Хотя бы в армии. По распоряжению местных властей, временное жилище Ди Ютилис-38 беспризорников снесли бульдозером. Не имея другого места для ночлега, подростки попытались вернуться в прежнее укрытие. Месяц назад власти попытались прогнать молодых людей с республиканского стадиона и разобрали убежище беспризорников. Проход на территорию заброшенного стадиона перегородили. Стало намного сложнее контролировать это место. Почему, если вы видите, все закрыто, и сюда ни работники полиции, ни социальные работники попасть не могут. Как говорит директор ассоциации, которая все это время оказывала поддержку беспризорникам, теперь невозможно проследить за тем, что с ними происходит за забором стадиона. Распространители наркотиков и вовлекающих детей в преступность именно здесь и находят возможность спокойно и долгое время проводить с ними беседу. В столице несколько мест, где ютятся беспризорники. Как правило, это заброшенные строения. Дети иногда ночуют на бетонных плитах и в зеленых скверах под открытым небом. Неподалеку от ДК железнодорожников другое своеобразное укрытие. Здесь подростки появляются вечером, чтобы поесть и переночевать. В столице по меньшей мере 15 таких мест. Народный адвокат по защите прав ребенка призывает премьер-министра, депутатов и муниципальные власти обратить внимание на проблемы беспризорника в стране и срочно принять меры, чтобы помочь подросткам. Провести заседание в срочном порядке или в обычном и найти решение проблем, протестировать детей без определенного места жительства на наличие COVID-19. Государство потерпело неудачу в том, что касается соблюдения прав детей, оказавшихся на улице. В управлении по защите прав ребенка нам сообщили, что власти разрабатывают новый план действия и предлагается предоставить несовершеннолетним службу помощи, где они смогут переночевать, поесть и помыться. А главное, чтобы детям не пришлось жить среди руин. Мы перелезаем через забор, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Закрытие доступа на стадион было не лучшим решением. Проблема беспризорника в Кишиневе вновь получила широкую огласку после того, как у одного из подростков подтвердился коронавирус. На прошлой неделе под мостом на Ботанике было обнаружено тело молодого человека с ножевыми ранениями в грудь. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. В разгар приема документов учреждения среднего профессионального образования абитуриенты не спешат подавать заявки по интернету. Несмотря на то, что такую возможность им предоставило профильное министерство, многие предпочитают лично передавать эти статы в приемную комиссию. Мы побывали в нескольких колледжах и узнали, как там обстоят дела с подачей заявок и с соблюдением санитарных и противоэпидемических мер. Адриан – выпускник гимназии в селе Кэрбу на Яловенского района. Юноша мечтает стать шеф-поваром, поэтому Адриану хорошо известно, куда подавать документы. Начало учебного года в профессиональной школе ждет с нетерпением. Многое может измениться, но я бы хотел работать в ресторане. Зная возможности заполнить заявку онлайн, молодой человек предпочитает подавать документы по старинке в приемную комиссию. В столь ответственный момент Адриана сопровождали родители. Я решил познакомиться с будущими коллегами. Не уверен, что есть такая возможность по интернету. А онлайн не проще? Да, но мне хотелось увидеть столицу. Не боишься коронавируса? Не так важно. Нужно посмотреть на учебное заведение. Ребенок первый раз приехал. Должен знать, куда поступает, знать дорогу. Мы из села приехали. По словам замдиректора профессиональной школы, все санитарные меры соблюдаются с особой тщательностью. Учащихся приглашают по очереди, чтобы избежать прямого контакта. В профессиональной школе номер два из 65 заявок, которые подали накануне, лишь две электронные. А вот в столичном колледже торговли подобной возможности не предоставили. Здесь абитуриенты подавали заявления и документы на месте, но по предварительной записи. Кто следующий? Я. На какое время у вас запись? На 11.30. Заходите, протягивайте руку. Эта женщина спешила из Кагула, чтобы передать аттестат своей дочери. Утром девушка пожаловалась на плохое самочувствие. Мы были записаны на 11.45. Соблюдаются карантинные меры? Я бы сказала, что не только меры, но и очередь соблюдают. Прием документов в учебные заведения среднего профессионального образования начался накануне и продлится до 1 августа. В Бельцах продавцы вынуждены искать место для торговли после того, как местные власти закрыли рынок у Северного вокзала. Пока мэрия Северной столицы настаивает, что рынок не соответствовал санитарным нормам, граждане покупают продовольствие прямо у проезжей части. В нашей съемочной группе бельчане поведали, что у производителей продукты дешевле, да и вкуснее. Однако далеко не все на импровизированном рынке соблюдают противоэпидемические меры. Григорий сюда не придет и не скажет, а ну откройте тот базар. Ему не надо. Пока страна пытается побороть эпидемию коронавируса, в Бельцах уличные торговцы вынуждены искать место для реализации продовольственных товаров. А все потому, что рынок у Северного вокзала Бельц закрыли. Сегодня продавцы выставили сумки прямо у дороги. У многих не было масок. Тоже можно сказать и о покупателях. Ни там, ни здесь не разрешают продавать. Кто вам запретил? Директор рынка. А мы по мелочевке. Вот пришли с поезда, быстренько продали и гонят. Сколько лет этот базар кормил весь поселок здесь и сейчас нас гонят. И нас гонят туда-сюда, туда-сюда, как будто бы какие-то бандиты. Такую копейку мизерную люди хотят заработать и не дают. Трудимся, не покладая рук, чтобы потом не иметь, где продавать продукцию. Издеваются над нами, над народом. Покупатели говорят, что здесь продукты на порядок дешевле и можно найти товары от производителя. Мы пенсионеры, я больна и не могу ходить в центр. За пучком зелени ходить туда, где такое видано. Бедные люди, они приезжают из сел и продают за гроши, чтобы только могли оплатить свои счета. Я не боюсь купить у своих родителей ведро черешни, груш, брынзу, все, что они привозят в ведерках и упаковках. Все чистое, все как полагается. Жаль, что они не разрешают здесь торговать. Это ненормально. Народ из сел приезжает сюда, они рады хоть что-то продать. Почему мэрия ничего не предпринимает и не открывает торговые палатки? Вице-мэр Бельц Николай Григоришин заявил, что рынок у Северного вокзала не соответствовал санитарным нормам, и именно поэтому было принято решение его закрыть. Это не рынок, это территория, которая была до ковида дана людям, чтобы они могли продавать там свою продукцию. Ветеринарная служба поставила запрет на продажу этой продукции, мотивируя тем, что там нет воды. Там нет канализации, там нет условий продажи. Стражи правопорядка пока лишь предупреждают граждан об ответственности за торговлю без авторизации. Местная администрация приостановила деятельность аграрного рынка неподалеку от Северного вокзала, но затем продавцы вышли со своими товарами на улицу. Полиция ежедневно следит за поддержанием общественного порядка, чтобы предотвратить незаконную уличную торговлю. Ежедневно этих граждан предупреждают. В начале эпидемии коронавируса рынки в Северной столице закрылись на карантин. Торговые точки возобновили свою работу только в конце мая, но с некоторыми условиями. Продавцы и посетители должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию, а также дезинфицировать руки и поверхности. Сегодня это все. Далее смотрите прогноз погоды и курсы валют. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, или у вас есть интересное видео и фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала. Не забывайте следить за своим самочувствием. Увидимся завтра в 22.45. Всего доброго и хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин